Здравствуйте, уважаемые профессионалы шашечной игры. Это видео предназначается для вас. Сегодня хочу показать вам интересный жеребьевочный дебют и несколько ловушек в нем. Значит, белая А3 летит на Ж5 и черная Б6 летит на А3. Ход белых. Значит, такая жеребьевка дебюта выпала мне в партии против брянского сильного мастера Константина Ковалевского. Мы играли в пулю на сайте Лидрац. Причем такой дикий контроль 15 секунд на партию плюс 1 секунда на ход. И Константин меня поймал на красивую ловушку и красиво выиграл. Значит, смотрите. Белые меняются Ж4. Я играл белыми. Константин черными. Ну, черным лучше всего разгрузить свой левый фланг нападением Ж6. Теперь есть два варианта. ФЕ3 основной вариант. И ФЖ3 тоже рассмотрим. Тут тоже есть ловушечка за черных. Если белые играют ФЖ3... Ну, конечно, так играть не хочется на самом деле. Этот ход не очень хороший. Здесь есть такая ловушка. АЖ3 АБ6. ЖФ4 БА5. ЖФ2 ЦБ6. ФЖ5 БА7. ФЕ3. Значит, белые хотят, чтобы черные заняли поля Ц5 и А5. И затем разменяться ЦБ4. Черные играют на отсталую шашку А1, соответственно. То есть, черные играют ДЕ5. И на ход Ж6 играют ЕД6. То есть, заблокировали левый фланг белым. Белые меняются, соответственно. Черные выжидают. ДЕ7 ФЖ3. И вот здесь черные выходят. ДЕ5. Если белые меняются, уже пора меняться. Иначе черные могли связать левый фланг белых. Тогда здесь вот есть как раз ловушка. БЦ3 БА5. ЖФ4 АБ6 ЕД2. Черные играют ЦБ4. И здесь белым надо аккуратно играть АБ2. Напрашивающийся ход ЦД4 проигрывает. Вот такая детская ловушка. Следует комбинация. БЦ3. Приходится бить назад тогда ФЕ5 и БЦ5. И черные празднуют победу. Естественно, в этой позиции белым нельзя было играть ЦД4. Надо было играть АБ2. И партия могла закончиться ничьей. Например, ФЖ5 и ФЕ5. Тут все форсировано. Не отвернуть ни белым, ни черным. ЖХ4 ЕФ6. АЖ3 ФЖ7. ЖФ2 ФЖ8. ФЖ1. И партия заканчивается ничьей. Вернемся к началу партии. После хода ЖХ4 и размена и нападения. Белым, конечно, лучше играть ФЕ3. Здесь у белых такая же стратегия. Они ждут, когда черные займут поля А5 и Ц5. И затем разменяются. Разгрузив свой перегруженный фланг. Видите, у них застрял А1. Соответственно, черные играют над столом ШХП1. Как может игра развиваться здесь? Здесь что-то похожее происходит. АЖ7, ЖХ6. ФЕ5, ЖФ2, ЖФ6. ФЕ3, АБ6. Ну, можно сыграть АЖ3. И ЖФ4. Можно сразу разменяться ЕФ4. Это, в принципе, все ведет к одному и тому же. Черные снова занимают центр. Меняться СД4 пассивно. Поэтому белые играют АЖ3. СД6, ФЕ3. БА5, ЖХ4. БА7. Белые еще раз меняются назад. Запасаются темпами. Черные снова играют ДЕ5. Не дают белым высунуться. Ну и на ход АЖ3 играют ЕБ6. Далее. ДЕ3, ДЕ7. ЖХ4, АБ6. ЕФ2. Вот когда в этот момент у нас партия с Константином подошла к этой позиции, я уже предвкушал победу белыми. То есть, видите, напрашивающиеся ходы БЦ5, либо ДЦ5 уже проигрывают. Из-за комбинации. Ну, они сложные. АЖ5. СБ4 и белые прорываются в дамки с выигрышем. Мы, кстати, играли в бразильские шашки, но я адаптировал варианты под русские шашки. Здесь, в этой позиции, Костя красиво пожертвовал. ЕФ4. И вот эта жертва произвела на меня эффект разорвавшейся бомбы. Я потерялся. Черные играют ДЦ5 и грозят нападать на шашку С3. То есть, еще шашка 1 застряла. То есть, постоянно будет грозить подрыв поля С1. В партии я ошибся. Я сыграл ФЖ3. Этот ход проигрывает. Черные нападают. Приходится отходить. Нападают еще раз. Приходится отдавать лишнюю шашку и меняться. Ну и здесь черные легко побеждают. БЦ5 грозит. СД2. На ход ФЖ7. Они пробивают. Ну, кстати, в бразильские шашки я тоже проиграл. Черные побили две шашки. Ну, там эншпиль проигран. В русские тут вообще три побил. Ну и эншпиль легко выигран. То есть, шашку отыграть не получается, потому что дамка элементарно ловится. Ну, пора сдаваться. Вернемся вот к этой позиции после жертвы. То есть, в этой позиции еще нища у белых была после ФЕ3. Черные также нападают. И вот здесь напрашивающийся ход СД4. Вот эта вся соль ловушки в чем заключается в этом ходе. Напрашивающийся ход СД4 проигрывает. Черные нападают. И белым приходится жертвовать шашку. Тогда черные меняются назад смело. Ну, и после того, как белые вынужденно меняются, пытаются прорваться в дамки. Позиция вроде выглядит ничейной. На самом деле она проиграна за белых. Черные ставят дамку на Е1. Приходится играть ФЖ7. Тогда СД6. И на постановку дамки черные играют ДЦ5. Выясняется, что ходы дамкой по большой дороге невозможны. Из-за небольшой, но симпатичной комбинации. СД4 приходится бить на Б2. Тогда черные подрывают пункт С1 и легко выигрывают. Вот на этом держится вся позиция черных. То есть, если же отдавать шашку, допустим, С1, Б2, грозит, видите, ловля дамки. Приходится отдавать еще Б2, а это окончание проигранное. Черные переводят дамки на поля H2 и F4. Затем переводят шашку С5 на поле А3 и легко выиграно окончание. То есть, сюда дамкой не пойдешь. Она будет тут же поймана в петлю. Срединные поля занимать нельзя из-за так называемого трамплина. Остается играть дамкой только на F6. Тогда черные отдают шашку и занимают большую дорогу. То есть, шашка А3 проводится в дамке. Затем черные выстраиваются дамками в линию. Строят так называемую боевую позицию. Это окончание легко выигранное. Кто не знает, как выигрывать в данном окончании, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Вот такая красивая ловушка. Но все-таки справедливости ради, вот в этой позиции после жертвы хода dc5, все-таки у белых была ничья. После хода fe3 и нападения надо было найти нестандартный ход ed4. Белые пропускают черных дамки, но дамка тут же ловится. Правда, конечно, у белых страшная позиция. Тем не менее, выигрыша у черных нет. На сильнейший ход ed6 играем ab2. После размена белые играют bc3. Ну, здесь два варианта, в принципе. На dc5 последует cd4. Ну, все сводится к основному варианту. То есть, cb6, допустим, cd4. И видите, d5 бесполезно играть, потому что присоска спасает hg5. Да, или как я ее назову, пиявка. Так играть бесполезно. А на dc5, ну, тут тоже еще надо немножко помучиться белым. Но, в принципе, игрок в силу мастера, если играет, он тут линчую легко найдет. Белые жертвуют шашку и прорываются в банке. Черные еще пытаются повозить белых. Отъедают постепенно шашку e3. Ну, белые даже могут отдать шашку. Ничего страшного. То есть, это окончание ничейное. Друзья, если вам понравилась данная ловушка, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной доске. Субтитры сделал DimaTorzok